Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам несколько таких вот вещей, которые я купила в Икеа. И покажу, как я устроила дом, именно как они меня служат. Я покажу несколько вещей. У меня вообще-таки, как бы, очень много, что из Икеа у меня есть и кровать, и диван. Но я покажу те вещи, которые мне очень понравились, как бы. Я рада, что их приобрела, и покажу именно, как я их использовала. Итак, добро пожаловать! Наверное, рабочий стол мой, который был куплен в Икеа 2 года назад. Вообще, я давно мечтала о собственном, как бы, уголке, и этот стол прям пришелся по душе. Также была куплена лампа, вот такая вот лампа. Она очень удобная, потому что ее можно нагинать, видите, вот так вот, как хочешь, ее можно подсвечивать. Ну, в принципе, знаете, единственный минус в этом столе, то, что, конечно же, остаются какие-то вот царапки. Вот, а так вот, в принципе, меня все устраивает. Здесь есть и ящики, и такой вот он, как бы, вместительный, большой по территории этот стол. Ну, в общем, как бы, мне нравится. И вот вечером я здесь делаю свои работы. Здесь же у меня на столе находится все, что мне нужно. Это и косметика, и для шитья. Вот здесь вот в коробочке у меня все сложено. В общем, вот этот вот стол я просто без ума от него. Также в икее был куплен обеденный стол. Он, в принципе, очень маленький и был дешевый, самый дешевый стол. Так как места мало, и мы постоянно переезжаем, вот этот стол нам дошел по душе. Здесь же были 4 стула к нему. Сейчас, пока у меня здесь 2. Вот, и, в принципе, вот здесь вмещаются 4 человека, но все равно для семьи этот стол, конечно же, маленький. В принципе, ничего не поломалось, все нормально. Ну, в общем, я довольна этим столом. И сейчас я вам захотела пригласить вот этот вот уголок, где у меня тоже находятся вещи из икеи. Первое, это, конечно же, мне очень нравится. Вот сейчас у меня уже вещи здесь повешены. Это сушилка для вещей. Стоит она совсем ничего, маленькие деньги, но очень удобная вещь. То есть, она складывается, ее можно поставить в какой-то угол. И, в принципе, вам места она вообще не занимает. Следующий раз, когда я поеду в икею, я куплю еще 2 таких сушилки, потому что эту сушилку можно выставлять и на улицу, и на балкон. В принципе, очень такая хорошая вещь. И, как я сказала, место не занимает. Следующее, что я хотела показать, это я хотела показать полку. Такая была дешевая полочка. Значит, я выбрала белый цвет. Почему белый цвет? Потому что я очень-очень обожаю вообще в доме, чтобы было светло, и чтобы вещи были вот из белого цвета. Следующее, вот эта вот классная вещь, которую вы сейчас видите, это вот такая корзинка подвесная, где можно, в принципе, вхранить, что вы хотите. Или игрушки, или носки, или белье. Она очень тоже такая компактная, то есть ее можно вот так сложить, место она тоже не занимает. И с другой стороны вы можете вот так вот просто ее как бы подвесить, она будет висеть, и тоже классная вот здесь. Особенно, знаете, для мальчишек, когда они теряют носки, можно носки складывать вот в их комнате вот так. Вот так подвесить и вкладывать. На заднем плане шторы с икеем. И также у меня вот эта вот стена вся, тоже здесь очень много чего из икеи. Во-первых, вот этот вот прекрасный светильник. Так очень рада, что его купила. Что здесь классно? Здесь вообще как бы получается, вот эта вот верхушка, это все пластмасс. И вот здесь вот тоже. То есть он быстро собирается, очень легко. И вот эта вот штука, она, видите, ее можно управлять, куда захочешь. Также лампочки внутри, это тоже покупала в икее. То есть они экономят цвет. Ну, в общем, вот такая у меня лампа. Дальше, вот эти вот шторы. Тоже шторы из икеи. У меня здесь, вот если открыть, здесь получается, в доме есть вот такая дверь. Причем она стеклянная. Это дверь на кухне. В общем, как бы мне это не понравилось, и поэтому я все завесила, вот эту дверь и пол стены я завесила вот в этой шторе. Вот у меня штора, да. Мне понравился сам рисунок. Вот такой вот красивый очень. Следующее. Вот эти вот цветочки, они искусственные. Они тоже из икеи. Вот я здесь 2 таких цветка покупала. Покупала кашпо, правда, не в икее, но мне вообще очень, очень нравится кашпо. Я не знаю, я прям бы вот везде в доме навешала бы вот таких вот, знаете, кашпо и повесила бы цветы. Вот, кстати, у меня тоже вот здесь вот кашпо, прям в углу, да, вот так вот свисает цветок. И это очень классно, красиво, и мне кажется, это как-то уютно. Вот. Лампу сейчас опущу и покажу. Очень хорошо, чтобы было видно. Вот так вот. Вот этот вот штучку, вот черная, видите, такое, я не знаю, палочка, как она называется, даже я не знаю. Но, в принципе, и вот эта штука тоже, как корзиночка, это тоже было все куплено в Икеа. И сам цветок. Цветок, кстати, искусственный. Вот. И вот эта корзиночка, она была предназначена для специй. Но так как у меня некуда крепить, я прикрепила, в принципе, к стене. Вот так вот поставила цветок. И вот эта стена у меня вот так сейчас выглядит. Вот. И также, смотрите, вот эти вот палочки, на которых шторы крепятся, это тоже из Икеи. Мне понравилось, что тоже эти палочки, такие они легенькие. Ну, и еще хотела показать вот эту вот лошадку, которую я купила. Это была зимняя коллекция. Я помню, что мы приехали на Крисмас как раз, и вот там продавались лошадки. Я выбрала вот такую вот синенькую лошадку. Она у меня тоже стоит на кухне. Кстати, ее можно ставить на полку, но она у меня стоит на кухне. Вот такая вот лошадка, шведская лошадка. Еще одна покупка была, это вот такие вот вазоны. Я думаю, что вы видели, какие вот такие вот именно вазончики. У меня два их. Но я их подвешиваю там, где у меня окно. И здесь я ставлю цветок. Ну, вот так вот у меня подвешено вот кашпо прям. Внутри я опять же поставила вот эти искусственные цветы. Потому что, знаете, все-таки, если я ставлю настоящие цветы, они тяжелые, и кашпо немножко вот так вот перегибается. Поэтому самый хороший вариант, это, естественно, вот такие вот цветы, которые продаются в Икеа. Я еще хочу купить вот такие цветы, которые просто как, знаете, свисают. Типа как плетучка, что ли. Чтобы это было покрасивше, как бы смотрелось, что якобы вот здесь все свисает. Ну, и, в принципе, вот она лошадка. И, опять же, герань. Ну, вот так вот это выглядит. Итак, я показала только одну часть моих покупок из Икеи и как они мне служат. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok